Ну что ж, уважаемые друзья, мы с вами двигаемся дальше и в этом уроке мы поговорим о том, как можно сделать фото черно-белым. Итак, для работы я выбрал вот такой вот снимок. Вы можете использовать любой слой. И давайте рассмотрим способы, которые помогут нам преобразовать фотографию в черно-белый вариант. Итак, вообще есть несколько способов, с помощью которых вы можете обесцветить или же преобразовать вашу фотографию в черно-белую. Сейчас мы с вами рассмотрим плюсы и минусы всех способов, и вы уже сами для себя выберите, какой вам больше нравится. Для начала давайте сделаем дубликат нашего основного слоя, нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре, и у нас образуется копия нашего основного слоя. Либо же вы можете щелкнуть просто правой клавишей здесь и выбрать пункт «Создать дубликат слоя», как вам удобнее. Так, и теперь вы можете воспользоваться одним простым действием для того, чтобы преобразовать фотографию в черно-белую. Для этого вы просто переходите в пункт «Изображение», «Коррекция» и выбираете здесь пункт «Обесцветить». Вот он, да? Либо же, как видите, здесь есть сокращенная комбинация Shift-Ctrl-U на клавиатуре. И чтобы вам каждый раз не лазить сюда в меню, вы можете просто использовать эту сокращенную комбинацию. Итак, мы нажимаем сюда, и как видите, фотография наша становится черно-белой. Точнее, мы ее просто обесцветили. Иногда этого бывает вполне достаточно, но иногда бывает так, что необходимо настроить контраст на снимке так, как нужно. Видите, здесь кое-где потерялись детали, например, плечо почти что сливается с фоном. И чтобы при переведении фотографии в черно-белый у вас не возникло таких вот проблем, вы можете использовать еще один способ, который уже более, так сказать, продвинутый. Сейчас я вам также его покажу. Пока что данный слой давайте выключим и создадим еще одну копию нашего основного слоя. Нажимаем опять комбинацию Ctrl-J. Такс. Теперь нам с вами необходимо выбрать корректирующий слой вот здесь вот. Переводим курсор в нижнюю часть нашей программы и находим здесь вот такой вот кружочек. Щелкаем по нему, и у нас открывается вот такой вот список из корректирующих слоев. Нас здесь интересует пункт черно-белое. Мы его выбираем, щелкаем сюда, такс, и у нас образуется новый корректирующий слой поверх нашей фотографии, как видите. Для того, чтобы он воздействовал только на наш слой и не затрагивал те слои, которые лежат ниже, нам необходимо его прикрепить только к этому слою. Мы зажимаем для этого клавишу Alt и щелкаем на границу между слоями. У нас появляется вот такая вот стрелочка, щелкаем сейчас левой клавишей, зажатой клавишей Alt, и, как видите, у нас данный слой прикрепился к нашей фотографии. Теперь переходим в настройки корректирующего слоя черно-белое. Как видите, здесь есть множество полузунков, красные, желтые, зеленые. Как вы понимаете, они отвечают за различные тона на снимке. С их помощью вы можете регулировать контраст того или иного оттенка на снимке, что очень и очень хорошо помогает настроить фотографию, да, чтобы у нас не терялись детали, чтобы все выглядело так, как нам нужно. К примеру, вы хотите осветлить кожу, да, вы можете перетащить полузунок желтых тонов, как видите. Кожа у нас становится белой практически. Или, к примеру, красные тона также можем усилить при помощи полузночка красные. Так, ну давайте, к примеру, попробуем настроить контраст на этом снимке, да. Так, выставляем красные где-нибудь на 79, желтые, смотрим так же, чтобы они выглядели у нас получше. Зеленых у нас на данном снимке нету. Синие у нас обычно отвечают за темные области, поэтому переводим наше внимание на темные участки. Как видите, затемняется краешек на платье у модели. Если вы хотите, можете его высветлить, либо же можете его затемнить наоборот. Давайте сделаем его чуть посветлее. Так. И пурпурные тона. Смотрим, что у нас меняется. Также воздействие происходит в основном на платье у модели. Так. Смотрим. Немножечко еще подрегулируем контраст здесь. Так. Вот примерно так. Меня такой результат вполне устраивает. Также вы можете довериться полностью программе и не таскать эти полузночки собственноручно. Вы можете просто нажать здесь на кнопочку «Авто» и Photoshop автоматически подберет нужные параметры для данного снимка. То есть он автоматически постарается выбрать правильный контраст для данной фотографии. Вы можете воспользоваться данным инструментом. Давайте, к примеру, нажмем на «Авто» и посмотрим, что изменится. Как видите, он добавил немножко насыщенности в тени, что привело к такому вот усилению контраста. Ну, в принципе, данный результат также выглядит неплохо, поэтому давайте его и оставим. Так. Ну что ж, теперь можно сравнить два результата при нашей обработке. Первую фотографию мы просто обесцвечивали, как видите. Вот она. Здесь у нас наверху. Я ее включил сейчас. И если я выключаю ее, то мы снизу видим фотографию, которую мы преобразовали в черно-белую уже с помощью другого способа. Итак, вот «До» и вот «После». В принципе, оба способа имеют право на жизнь, а уж каким вы будете пользоваться, это только вы сами и решаете, да? Ну что ж, а на этом в данном уроке, в принципе, все. Переходим дальше. Продолжение следует...